Добрый день! С вами гид в Праге Элеонора Грекова. В этом видео мы познакомимся с одним из самых красивых мостов Европы, силуэт которого придает Праге неповторимый вид. Однажды увидев этот мост, вы уже не перепутаете его ни с каким другим. Посмотрите, вот он предстает перед нами во всем своем мощном готическом великолепии. Мост строился в эпоху правления знаменитого чешского короля Карла IV по проекту архитектора Петра Парлержа. Первоначально мост просто назывался каменный, а с XIX столетия он носит имя чешского короля Карла. Итак, мы с вами на Карловом мосту. Правда ли, что дату строительства моста предсказали астрологи? Что для нужд строительства со всей округи в Прагу свозили яйца? И где находится меч рыцаря Брунцвика? Про Карлов мост существует большое количество легенд и преданий. Одна из них связана с основанием моста. Будто бы король Карл первый камень при закладке строительства заложил в 1357 году 9 июля в 5 часов 31 минуту. Эту дату ему предсказали астрологи. Если мы с вами представим эти цифры, то это будут только нечетные от одной до девяти и в обратную сторону. В те времена такому магическому порядку цифр придавали большое значение. Считалось, что если король выполнит эти условия, то мост простоит века. Современные чешские ученые скептически относятся к этой легенде, поскольку люди в то время, когда строился мост в четырнадцатом столетии, не имели возможности определять время вплоть до минут. Но кто знает на самом деле, как оно тогда было? Пишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу? Легенда, несомненно, очень красивая. Есть еще занятная история о том, что когда возводился мост, со всей округи привозили яйца. Яйца добавляли в раствор для того, чтобы он более прочно скреплял камни. А жители города Валвары, перед тем, как отправить в Прагу под воду с яйцами, сварили их, чтобы они не побились по дороге. И Валваровец стало именем нарицательным, глупый. Когда мост реставрировали, то исследователи в растворе не обнаружили следы яиц. Зато выяснили, что мастера прошлого в раствор добавляли вино и молоко. Карлов мост за свою историю выполнял разные роли. По нему ходили люди, возили товары. Одна из мостовых башен когда-то была тюрьмой, на мосту вершились казни. Не так давно по нему ездили машины и даже трамвай. В наше время Карлов мост уже полностью пешеходный. Длина моста 500 метров, ширина 10 метров. Он опирается на 16 каменных опор. Сам мост украшают 30 фигур католических святых и отцов церкви, выполненных лучшими мастерами эпохи барокко. Беззвучно взирают эти скульптуры на людской поток, текущий мимо них. Об этих скульптурах я вам обязательно расскажу в следующих видео. 31 фигура стоит немножко в стороне на одной из опор Карлова моста. Это фигура рыцаря Брунцвика, который по преданию владел волшебным непобедимым мечом. Где же сейчас этот меч? Поговаривали, что он замурован внутри Карлова моста. А сама фигура рыцаря Брунцвика долгое время стояла без меча, он держал в руке лишь копье. Меч появился сравнительно недавно, после Бархатной революции, как символ независимости и свободы чешского государства. Когда в Праге после Октябрьской революции жила русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева, она очень любила гулять по Карлову мосту, и ей нравилась фигура рыцаря Брунцвика. Она посвятила ему следующие строки. «Бледнолицый страж над плеском века, рыцарь-рыцарь, стерегущий реку». Чтобы в одиночестве предаться размышлениям на Карловом мосту, приходите сюда ранним утром, когда еще практически нет туристов. Спасибо, что смотрите канал. Я читаю ваши комментарии. Пишите, что вам интересно узнать о Праге и Чехии. С вами была гид в Праге Элеонора Грекова. Увидимся!